Михаил Васильевич, вот мы сейчас находимся в доме музея Ульяновых-Елизаровых. Мы тут вот сидим в верхней одежде, потому что музей у нас претерпел. Отапливается нами же, без одежды мы пока тут не сможем зимовать в таком сейчас состоянии восстановления. А здание-то это у нас было музеем, и здесь хранились экспонаты и в том числе различные книги, газеты до пожара в 2013 году. Сейчас мы последствия этого пожара все ликвидируем, восстанавливаем с помощью наших также зрителей, кто присылает помощь на восстановление. Ну и вот из того, что сохранилось после пожара, обнаружилось, что есть тираж книги. Называется эта книга «Жизнь замечательных людей. Будда, Конфуцией, Савонарола, Тарквемада, Лайола». Так такая книга выглядит таким образом. Значит, изданная в 1993 году, но при этом это еще и репринт книги 1891 года. А издательство – это народная правда. И что интересно, ну вот тираж у нас здесь лежит. Наши товарищи, кто приезжает на собрания, на субботники, брали эти книги. И я уже не в первый раз слышу, что оказывается очень интересная книга. Хотя она у нас вроде, судя по названию, не связана ни с коммунистическим, ни с рабочим движением. Но вот наши товарищи читают. Вот сегодня я слышал, вот наш товарищ Тимур Мирабович Пухаев, сварщик, взял почитать, думал какая-то, ну дятина. Нет, очень интересная. Татьяна Владимировна Станеглас, штукатурмаляр, вот тоже член Рабочей партии России, говорит, в такую там народную библиотечку отнесла, говорит, сразу же разобрали книжки. То есть интересуется народ. Михаил Васильевич, а вообще какова история этого издания, как она вообще связана с народной правдой? Ну вот я являюсь главным редактором газеты «Народная правда», но я не первый главный редактор. Первым главным редактором «Народной правды», который ее, собственно говоря, основал как член ЦК Компартии РСФСР, доктор экономических наук, долгов Виктор Георгиевич. Это, так сказать, вот его большая затея. Вот большая затея, связанная с тем, что мы, кроме того, что являемся общеполитической газетой, общественно-политической газетой, мы должны народ просвещать по некоторым вопросам, которые слабо известны. Например, вот, скажем, есть такой социалист Савнарола, итальянский, Лайола тоже, про которых мало кто знает. А есть литература, которая открывает эту страницу. Есть Тарквимада «Великий инквизитор». Вы знаете, что это «Великий инквизитор»? Они, люди, не знают, кто такой «Великий инквизитор», в чем его величие, и что такое вообще инквизиция? Будда. Вот у нас в этой книге очень много брали для своего киоска, у нас там буддийский храм есть. И, так сказать, они брали, я имею в виду, оплачивали, и, соответственно, там реализовывали, люди ходят, потому что у них там буддийский храм, а ничего про Будду не написано, как книги совершенно. Конфуция – это же известный философ китайский, на которого молятся и нынешние государственные деятели в Китае. Китай сейчас выходит на первые мосты и так далее. И вот мы такое предприняли издание в просветительских целях. А просветительский означает, что надо издавать книги понятные, очень интересные, ну и не острополитические, а как раз такие, которые дают людям возможность ознакомиться с чему, что это такое за течение, чтобы они могли узнать и быть в курсе дела. И вот известное издательство, это вот биографическая библиотека Флоретия Павленкова, в свое время в серии «Жизнь замечательных людей» и издала такую книгу про Будду, Конфуция, Савнаролова, Таркавана и Владиола. А наша газета «Народная правда» в издательстве «Детская литература» в 1993 году в Петербурге переиздала. Вот в доме показано, как это выглядело. Здесь сказано, что это библиотека, библиографическая библиотека Федора Павленкова. И издали мы это большим тиражом, 50 тысяч экземпляров. Для настоящего времени это вообще мечта какая-то, потому что сейчас для докторских диссертаций издают 100, 50 экземпляров и так далее. Здесь в конце книги говорится. Издание осуществлено за счет средств «Лиоредактор» и газеты «Народная правда». Поскольку это вот наши газеты «Народная правда», а вот музей в Ульяновке, он в то же время собирает и газеты, и другие исторические и историко-культурные памятники. А музей, как известно, это такое общественное учреждение, которое собирает, сохраняет, изучает и пропагандирует историко-культурное наследие. И вот в этом наследии у нас есть эта книжка, и мы хотим, чтобы эта книжка дошла до читателей. А эта книжка прошла через пожар, а через пожар не все книжки проходят, а только хорошие. Вот у меня тоже дома был пожар на даче. Вот там не сгорело, все почти сгорело. И подушки сгорели, и то еще. А вот история России, Соловьева, который Гегеля изучал, не сгорела. Сталина книжки не сгорели. И науколойки Гегеля не сгорели, но обгорела так она. Но обгорела, а читать можно. Так что вот такая история. И мы хотим предложить нашим товарищам, если вы закажете книгу, я вас попрошу тогда под этим роликом сделать, по какому адресу можно заказывать книжку. Тут есть два варианта. Или вариант первый, вы присылаете 300 рублей, и вам высылают эту книгу. Либо вы присылаете 500 рублей, но потом. Сначала вы пишете заказ, потом вам высылают наложенным платежом. Это значит наши товарищи будут оформлять наложенный платеж. И, так сказать, вам придется прислать 500 рублей с наших товарищей. Возьмут деньги за то, что они пришли на почту и все это оформляли. Вот, это будет дороже. Ну, какой вариант вам? Нет, ну, кому какой лучше? Какой вариант вам приемлем? Можно идти по первому, по второму пути одновременно. Кто-то, значит, пришлет деньги, и мы вышли под ответственность всех товарищей, которые за это отвечают. Вот, скажем, ответственность на себя возьмет Владимир Александрович. У нас очень ответственный человек, мы за него не сомневаемся. В этом отношении. Так что, кто хочет, пожалуйста. Да, товарищи, пишите свои заявки. Книга называется «Жизнь замечательных людей. Будда, Конфуций, Савонарола, Тарквемада, Лайола». А со мной разговаривал Владимир Александрович Кучук. Вот он и берется вам тогда это высылать. Кто попросит. Спасибо, Владимир Александрович. Пожалуйста. Спасибо. 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 . Спасибо.